В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области действуют 14 направлений поддержки семей с детьми. О ключевых составляющих этого проекта речь шла на очередном заседании регионального правительства. Тему продолжит Наталья Чекет. В Верхневолжье реализуется пять региональных составляющих нацпроекта «Демография». Одно из ключевых направлений – финансовая поддержка при рождении детей. Ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка. Подарочные наборы новорожденным, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, многодетных, мам и пап, региональный мат-капитал. Как заявил губернатор Тверской области, главной задачей для региона является повышение уровня рождаемости. Прежде всего, это повышение качества и доступности детского здравоохранения. Потому что во всех муниципальных образованиях у нас есть молодежь, есть маленькие дети, и они должны все иметь возможность получать квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Для детских поликлиник и больниц закупают новое оборудование. Ведется целевой набор студентов по специальности педиатрии. Сейчас для поддержки будущих мам Верхней Волжи предоставляется выплата на обеспечение полноценным питанием, компенсация проезда из сельской местности в медицинские организации. Эксперты, присутствующие на заседании, отметили, что создание Верхней Волжи Министерства демографической политики является хорошим примером для всей страны. В частности, могу отметить, что удачен опыт в части поддержки семей. Очень интересен опыт с точки зрения создания паспортов демографических для регионов и муниципалитетов, о которых сегодня говорилось. Есть интересные находки с точки зрения здоровья и общественного здоровья населения. Для решения ключевых задач в регионе разработаны семейно-демографические паспорта муниципальных образований, позволяющие мониторить задачи, которые необходимо решить для конкретной территории. Создание паспорта муниципального образования, анализ ситуации именно на муниципальном уровне и попытка выявить те конкретные проблемы, которые есть в данном муниципальном образовании, и решать их на точечном локальном уровне – это очень важный подход. В ближайшее время планируется открыть новые детские сады в Твери, Торопце, Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, поселках Ревицкий, Максатихинского района и Ямаус Калининского района, а также в селе Бурашево Калининского района.